Девушки познакомились у истоков его творчества, когда я снимался первый видеоклип. Девушки, в общем, будь таким же светлым, добрым, чем нерадостным человеком, какой ты будешь. И рады всех девушек, не только нашей России, но и всей страны и всего мира. Спасибо большое. Я очень рад, что вы все пришли. Мне довольно часто говорят, вот, Леша, вот ты такой хороший, там, молодец, артист, замечательный, голос потрясающий. Главное, чтобы вот у тебя крышу не сорвало. И я уже сколько лет понимаю, что у меня настолько большие цели, я как провинциальный человек настолько амбициозен. Во крайней мере, когда стремишься очень высоко, у тебя больше шансов к этому подобраться. Потому что, как только упираешься в какой-то свой, я бы сказал, местечковый потолок, ты понимаешь, что, ну вот, я, в принципе, добился того, чего хотел. Вот в этот момент люди становятся звездами, начинают ругаться на официантов, не уважать женщин и все такое. Вот как это, мне кажется, происходит. Алексей Воробьев, известный актер, композитор, музыкант и певец. Родился в городе Тула. Там же закончил музыкальный колледж по классу аккордеона. До 16 лет побеждал в международных конкурсах среди аккордеонистов, а в 2005 году стал золотым медалистом в дельфийских игр в категории народное пение. Как музыка появилась в жизни нашей семьи, я не знаю. В нашей семье никто, ни дед, ни прадед, никогда никто не занимался музыкой. Папа умеет играть на гитаре. Мой старший брат пошел в музыкальную школу на 2 года старше меня. В детстве я все за ним повторял. Родители кое-как купили аккордеон, потому что я жил в небогатой семье. Какой-то аккордеон они где-то там в газете через старые руки купили. Я помню этот маленький красный аккордеон, трехчетвертной вольтмастер. И я был в диком восторге. Я думал, все, вот брат играет, я тоже буду играть на аккордеоне. И в 6 лет я пошел играть на аккордеон. Первые месяца 2 мне это даже нравилось. Дальше, естественно, началось вот это вот, садиться за этот инструмент, играть гаммы какие-то, арпеджио, все это, ой. Я очень хотел бросить аккордеон. Родители мне сказали, сынок, ну если ты вот сейчас что-то бросишь, то в своей жизни так и будешь потом все начинать и бросать сразу. Поэтому ты, говорит, ну взялся уже, отучись эти 5 лет, говорит. Потом бросай аккордеон, делай с ним все, что тебе заблагорассудится, говорит. Ну вот этот отрезок пройди. Я до 15 лет играл в футбол и играл на... Ну по какому пути пойти? Потому что в футбол играть, ну гораздо веселее, приятнее. Понятно, что это огромные физические нагрузки, периодические травмы. Но с другой стороны, это кайф играть в футбол. И еще плюс, вот там, ну тебе если за это деньги заплатят, то вообще непонятно, кто самый счастливый человек на свете. Это я. Потому что я носился, играл в футбол, у меня еще денег дали потом. А аккордеон отнимает у тебя дикое количество времени физически, фактически ты не тратишься. Главное сидеть каждый день по несколько часов и вкалывать. Когда появилась вот эта дилемма в 15 лет, я понимал, что в жизни можно делать только одно дело по-настоящему хорошо. И уж тем более нельзя разорваться между такими двумя понятиями, как спорт и музыка. Я выбрал тогда аккордеон, выбрал музыку и никогда в своей жизни не пожалел об этом. Когда рождается инструмент, не тогда, когда его берет в руки мастер, а тогда, когда его берет в руки артист и когда он издает первый звук. И вот сейчас твой первый звук издаст Алешина гармошка. Мой следующий выбор был буквально-таки через год. Я поступал уже в музыкальное училище. И когда я вдруг сказал родителям, что пап, мам, я иду в музыкальное училище, на специальность руководителя народного хора, иду в песню. Естественно, они были в шоке. Педагоги, которые за мной занимались, были... Они не понимали, как это произошло, вдруг с чего. Потому что парень подает надежды и выигрывает конкурс, играет на аккордеоне, как бы все прям... Все огромное консерваторское будущее мне пророчили. И вдруг я говорю, я пойду петь. Мама еще говорила такую смешную фразу. Она говорит, что народный хор, ты будешь как старая бабка петь, что ли? Она мне говорила. И после чего я сказал, значит, мама, сейчас выберу ваше решение, то вы всю мою жизнь будете виноваты в том, что у меня в жизни что-то не получилось. Если же я сделаю свое решение, я буду головой стены пробивать и идти к своей цели, к своей мечте. Но даже если у меня что-то не получится, это будет моя вина, а не ваша. В данном случае, когда вышел такой растолбай, которого пригласили сегодня, а это я, у вас есть выбор. Либо вам подпевать в одной песне, либо танцевать в другой. Я приехал в Москву. Понятно, что я уже белый был профессиональным певцом, но я не закончил среднее образование, поэтому я пошел в Незинский странный джазовый колледж, потому что хочется быть дипломированным специалистом. Вот хочется иметь вот эту бумажку, которая доказывает всему миру, что ты профессионал. Для меня это было что-то новое, потому что до этого я учился народному вокалу. Странный я осваивал сам. Я уже был золотой медалей с дельфийских игр к тому моменту, в номинации народный вокал. Когда я приехал, начали давать какие-то джазовые произведения, еще что-то. Я в американской музыкальной культуре, у меня вдруг появилась огромная тяга, что ли, слушать Фрэнка Синатру, Джеймса Брауна даже. Пока там не было лица Воробьева в середине, там раньше был Алвис Пресли. Но я думаю, так и оставлю. Спасибо огромное вам, ребята. В эстраде я понимал, что у меня пробел, потому что там все равно немного другое звукоизвлечение. Там есть много других моментов, которые осваиваются только когда ты этим занимаешься с настоящим профессиональным педагогом. Я терпеть ненавижу дилетантство, потому что я сам себе никогда не позволяю быть дилетантом в чем-то. Если я что-то делаю, я с головой окунаюсь в вопрос. Я не сплю вообще ночами, но я работаю над тем, чтобы делать свою работу хорошо. Я пел в фолькорном ансамбле в Туле. Мне было 17 лет. Я уже пел в этот момент. В ресторанах во многих. Не спал фактически, как и сейчас. Я приезжал домой к маме часам к 6-7 утра только. А к 10 часам я уже шел в филармонию на репетицию. В 2005 году Алексей Воробьев стал участником телевизионного проекта «Секрет успеха». Его наставником на конкурсе была музыкальный продюсер Екатерина фон Гетчман-Вальдер. Несмотря на то, что Алексей не стал победителем шоу, он запомнился как один из самых... Хвастать мило я не стану, знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю. Хореограф коллектива в фолькорной ансамбле «Слада» и Светлана Полянская, она увидела рекламу, значит, что вор. Езжайте такого-такого числа, значит, в Москве будет отбор, нагреваю конкурс, все такое. «Секрет успеха». Я позвонил по этому номеру, ну, и сказал родителям, недолго думал, говорю, все, в этот день уберу выходной, еду в Москву на кастинг. И самое удивительное, что я ехал такой абсолютной уверенности, что меня туда возьмут. В принципе, в итоге все именно так и получилось, только, естественно, со своими проблемами, с тысячами людей, которые я увидел вокруг и вообще не мог себе представить, что они все пришли, и только три человека из молодежи попадет в этот конкурс. Первый тур я прям просто проскакиваю, у меня прям говорят, все, приходите завтра. Пол песни успел только спеть, а капелла, все такое, приходите завтра в то же время. И тут второй тур. Вот здесь был момент кульминационный. Я пою песню, я люблю тебя до слез, а капелла. И тут мне говорят, Алексей, спасибо огромное, все хорошо, но, вы знаете, у нас таких сотни, сказали мне, и положили вот мою бумажку вот в такую огромную стопку на столе, на которой моя фотография, номер. И я стою, и в принципе, ну, понятно, что нужно разворачиваться, и все, и в ту, опять на метро, сейчас по концевой, на маршрутке обратно. Но вот этот вот настрой того, что я же приехал не просто так, я приехал побеждать. Почему у меня тогда вырвались слова, которые я даже сейчас не могу объяснить, как я их сказал. Я стою и в полной уверенности так говорю, возьмите меня, вы не пожалеете, я вам обещаю. Они взяли вот так вот эту бумажку, которая уже была вот в этой стопке, сказали, ну ладно, иди, расписались мне на ней. И вот эта маленькая фраза в итоге дала абсолютно другой вектор всей, наверное, моей жизни. Я искренне до сих пор, как нормальный тульский парень, верю в честность на самом деле. Я приехал в Москву из Тулы, и с теми же самыми мыслями, которые говорили, что я не могу объяснить.